Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы начнем наш ролик с видео, который нам выслал наш клиент, с его особенностями погрузки. Как мы видим, здесь палеты предварительно устанавливаются друг на друга так называемый сэндвич. Их может быть одна, две, три, четыре в ярусе стоят. И затем этот сэндвич уже подвозится в зону погрузки и загружается в кузов. Мы взяли за основу уже отработанный и применяемый нашим заказчиком метод утилизации по объему и добавили к нему соответствующую опцию установки грузов друг на друга. Также мы доработали отчет для более наглядного отображения стоящих друг на друга грузов. Это относится в том числе и к палетам, которые могут устанавливаться сэндвичами, о которых шла речь в предыдущих видео. После такой наглядной постановки задачи давайте обратимся к программе и выполним данную погрузку в ней. Итак, мы запустили программу Trackloader, в которую добавили сразу же 42 груза. Эти грузы вот они. Они ничем не примечательны, кроме того, что их нельзя класть на бок, то есть переворачивать. Поворачивать их можно, ставить друг на друга их можно. Их требуется погрузить вот в этот кузов. Мы доработали метод без шаблона экспериментальный для такой погрузки. Чтобы его включить необходимо поставить опцию грузы друг на другом. Нажимаем расчет. Не молниеносно, зато оптимально. Мы видим, что осталось ноль грузов, то есть все погружено, можем нажать на стоп. Вот так это выглядит. То есть грузы стоят друг на друге и не заезжают на соседние грузы. Именно так, как мы видели на видео. То есть строится сэндвич, потом завозится в кузов. Теперь давайте посмотрим, как мы изменили отчет под такие погрузки. Они также относятся и к сэндвичам, которые были рассмотрены нами в предыдущих видео. То есть мы теперь отображаем многоярусный сэндвич на общем виде. То есть его теперь видно, что вот здесь вот на виде сверху два груза E и B. Вот они соответственно E и B. Здесь видно, что три яруса и так далее. Также мы доработали таблицу пошаговой погрузки. Куда включили обозначение сэндвичей. Добавилась колонка ряд. Ну и давайте посмотрим на примере. Например, шаг 6. Здесь один одиночный груз и один сэндвич в два яруса. Идем в табличку. Один одиночный груз и сэндвич в два яруса. Видно, что стоит внизу розовый груз. Видно, что стоит наверху коричневый груз. Проверяем. Да, именно так. Например, посмотрим шаг 9. Да, здесь одинаковые грузы стоят друг на друге. Это очень хорошо видно. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Смотрим то, что у нас на шаге 9 на картинке. Да, именно так. Вот эти грузы нам видны. То есть по этой таблице теперь сейчас стало легко ориентироваться, какие грузы надо поставить друг на друга предварительно, а потом уже завозить в кузов. Вот по этой штрихпунктивной линии очень хорошо видно. Также это видно на общем виде. Также по вот такой линии. Спасибо за внимание. Кого интересуют такие погрузки, обязательно звоните. Поможем. Установим программу. Будете оптимальнее грузить, больше возить. Спасибо за внимание.